Мы едем в питомник, в тот самый питомник, где мы покупали саженцы, Жигулевскую, Спартак, с закрытой системой корневой. Покупали специально подороже, хотя нам предлагали с открытой корневой системой. Подумали, что с закрытой это будет стопудово нам плюсом. Оказалось, нет, они не проснулись обе. Как позвонила я хозяйке, она сказала, бывает такое, что не просыпаются. И вот мы везем сейчас назад, саженцы вырыли. Мы разговаривали за одну яблоньку, Спартак. А когда очки одела, внимательно посмотрела на Жигулевскую, оказалось, что и там нифига ничего нету. С нам слепошаром-то не видно. Ну, не знаю, как поменяют нам две, нет. Поменяют так опять, не знаю, пойдут они или нет. Возможно, надо в другой питомник ехать. И вот в Черкасах есть питомник. Там дама тоже мне сказала, говорит, они же привозят вот этот отродный сад откуда-то. А мы-то, говорит, сами выращиваем. Зачем вы, говорит, везде покупаете? А мы именно вот всю зиму ждали этот питомник от родный сад, да, Саша? Потому что хозяйка нам сказала, что мы сами тоже выращиваем. Оказывается, у нее все привозное. И у нас они просто не выживают. Ну, сейчас посмотрим, что нам скажут, а потом поедем в Черкассы. Заедем к Мариночке за вкусняшками. И как бы нам их там найти-то? Вот этот питомник-то их на Черкассах. Ну, а что, он нам не подскажет? Ну, а выясним, Марине позвоним, она знает, наверное. Все, нам поменяли. Спартак поменяли. Вот стоит уже с листочками. Она надломила. Хозяйка сама вот эти вот наши растюшки. А они там все сдохли, конечно. Там сколько движений-то нет, да? Вот так надо проверять. Вот, а Жигулевской нету. Нам поменять не на что было. И вот, я не знаю, вам видно, нет? Ну, потом покажу. Купила я тую круглую. Добавили мы 100 рублей, 600 рублей. Вот этот кустарник рядом со своими зеленюшками посажу. Будет у меня композиция. Вот. Сейчас мы едем в Черкасский. Ну, он, видишь, не питомник. Человек занимается на дому разводе. Да, вот едем мы в Черкассы. Сейчас там попробуем что-то прикупить. Посмотрим, если там Жигулевская есть, возьмем. Мы заезжаем в Черкассы. Здесь вот такое вот кольцо на въезде с отрадом в Черкассы. Раньше Кенель-Черкассы, и, может быть, и сейчас, но не знаю, сейчас времена совсем другие, обслуживаются Черкассы даже лучше по питанию, вот по продуктам. Раньше, да, я послушала, в Черкассы всегда здесь больше как дефицита даже было, чем в городе отрадном. Не знаю, почему. За обуви ездили сюда. Да за всем мы ездили сюда. За всем. В универмаге всегда что-то выкидывали, я помню. А у нас ничего не было в отрадном. Для колхозников лучше было. Ну, правильно, бабушка моя и масло топленое сдавала. Я помню, Тюля, она мне, когда я замуж выходила, подарок, Тюля вообще не купить. И вот она сдавала масло, и чтобы мне Тюля на свадьбу подарить. Не подарить на свадьбу, а в преданное мне положить. Вот, так лучше. Вот большой такой магазин. Ну, здесь очень мало народу бывает, но здесь много товаров всякого. Мы заходили, бродили там, там и для дачи есть, там и мото все. Терем, вот, видите, с пятерочкой тут. Наверное, какой-то торговый центр. Для села, наверное, большие такие торговые центры. Не знаю, кто ходит, не ходит сюда. Может, молодежь только гуляет. Мы единожды как-то заходили, да? Народу никого сидят, скучают, спят продавцы. Поэтому и думаю, что для села, наверное, такие торговые центры. А их тут прям, что-то прям, вот, в короткий период понастроили полно. Вот, вот сюда мы заходили. Здесь сидят они, семечки грызут. Вот. Сюда же встань. Встань сюда. Вот, приехали сюда. Там поди злая собака. Вон прям кладбище, ё-моё. Представляете, какие бульдоги там. Московская торжевая, Кань. Что-то коричневый, такие, с большой будкой. Да, Московская торжевая, на самом деле. Я боюсь идти, да что ли. Вкусняшек понабрали. Сейчас я вам покажу у Мариночки. Так. Вот. Жигулевскую нам за 2 рубля дали. В подарок. Вот видите? Вот такой стволик. Не знаю, пойдёт, не знаю, нет. Пойдёт, гранди. Вот. За Жигулёвскую, которая... Вместо Жигулёвской дали. 100 рублей мы доплатили. Вот за 600 рублей вот такая вот туя будет круглая. Вот. Ну и Спартак заменили нам вот. Смотрите, даже яблочко есть. Яблочко есть. Цветочка один есть. Ой, солнышко вышло. Люську сейчас выпустили. Мы, она как вон ломанулась, пошла. Вон она. Мы, наверное, уже сегодня её не закроем. Сейчас я пойду посмотрю. Там безобразие какие-нибудь она мне сделала в домике, нет? Саша говорит, не надо её закрывать. Сейчас где-то 11 градусов в днём. А ночью-то ещё холоднее. Ну, в общем, вот это сегодня нам надо посадить. Да, Лёсь? Ты моя красавица. Что на улице, наверное, теплее тебе, чем в доме? А? Красавица моя. Красотушечка. Это мне Марин дала. А что это делать? Для обуви кукольной. Тебе не понять. Тебе не понять. Тебе не понять. Так, хлебушка купили в Черкассах. Один хлеб я там оставил. Ну, оставил, оставил. Вот, огуречки мы взяли. Я не знаю, сколько здесь. Около двух килограмм, наверное. Помидорки розовые взяли. По 250. Посмотрите, какие хорошие. Так. Про вкусняшки сейчас отдельно поговорим. Разрежу, покажу. Все за нашим домом. Это колбаска Мариночкина. Порезала сейчас, попробовала. Наивкуснейшая. Это вареная, не копченая, вареная просто. В духовке приготовленная. Кому интересно, пишите. Сама не знаю, сколько стоит килограмм. Грудиночка, посмотрите, какая. А запахи, жалко не передаются запахи. Весная грудинка. Вот такая вот красивая. Полный рот у меня. Попробую, уже жутко отрезала. Это индейка. Вот такой кусочек рот. Ммм, вкуснотища. Кто живет в отразном, в Черкассах, обращайтесь. Кто не знает еще, подскажу. Телефончик и где найти. Посмотрите, какая вкуснотища. Вот такие классные помидорки. 250 рублей розовые. И огуречки. А запах какой. И хлебушка мы там купили. Свой сюда не взяли, на дачу. Купили там. Там вкусный хлеб, прям тепленький, горяченький. Мы включили батарею здесь. На максимум. И там, и здесь. Холодно. Вон он, там у него двое штанов. Я еще не смела даже переодеваться. Но, правда, куртку напялила теплая. Сейчас мы вот горяченького немножко поедим. Вкусняшек. Я из Черкасса. Смотрите, у меня гастарбайтер работает на даче. Сейчас все пальцы вот так будут. Почему? Что, неправильно? А ее мочить не надо, да, Саша? Так? Сухую. Он посмотрел, как у него мальчишечки работали. Я теперь так же делаю все. Сначала гравий положил, потом песочек насыпал. Люська, короче, я говорю, пошли на улицу погуляем. Она вышла, тут ветер на нее дунул. И ты видел, как она забежала в сновь дом? Поэтому мы ее и оставляем дома. Вот, я вам показываю. Воткнули мы тую круглую. Смотрите, молодые побеги пошли у елочки. И молодые побеги пошли у самшито. А это можжевельник. Я вам каждый раз показываю, показываю, хвалюсь. Хвалюсь. Вот. Это уже называла какой-то папоротник по лесу. Мы его пересадили. Санек вот на чугушнике нашел тлю. Тлю нашел. Где-то нашел тлю. Ой, видите, какой холод у нас. Посмотрите, какой холод страшнючий. Страшнючий. Сейчас я вам покажу, какие помидорки у меня первые стоят. Вот стоят помидорки. Я их взрыхлила немножко. Сейчас полью и закрою. А эти я подсаживала. А вот эти вот только открыла. Сейчас тоже взрыхлю. Ревизию кое-какую сделаю. В подпорочке прицеплю. У кошки там был туалет. И вдруг его не стало. И у нас уже паника. Найди, Люсенька, себе другое место. Говорит, не пустили вы меня. Говорит, куда надо? Так я вам вот под стул вам нафигарила. Да, Люсюня? Ну, ты там написала, что ли, умница? Могла бы в любом месте написать-то. Конечно. Я думала, она какать собралась. Пошли домой. Пойдем. Пойдем домой. Холодно. Идем. Идем. Идем скорее домой. Иди, моя красавица, домой. Скорей домой. Иди. Иди, там тепло. Что, закрываешь, Саша? Давай. Я тоже одеваюсь. Замерзла. Да, Сопелев. Ай, тут тепло. Ты как? Люсик. Люсенька. Тут тепло. Ты как? Мы тебя здесь опять оставим, моя красотка. Красотка моя. Ты сразу к батарейке. А кушать кто будет? Все стоит, ничего не кушаешь. А? Иди сюда. Иди ко мне. Иди скорее. Люся, на скорее. На скорее, моя красавица. На. Давай я тебе вот это сделаю. Вот так вот. Старуха моя. Блин, даже пожевать уже не хочет. Что, жевать тебе, что ли? Ой, мне Санечка воду провел здесь. Правда, она пока холодная. Девчонки, скажите, какой лучше взять нам проточенный водонагреватель на дачу, на кухню, чтобы просто посуду помыть и ручки. Водичка есть, теперь нужен проточенный водонагреватель. Мы где-то, наверное, в четверг повезем Катю в Самару и заедем. Угас. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...